МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Вести детали. В студии Марина Дмитриева. Вот главные темы выпуска. Пожар затруднил дорожное движение. На улице Фридриха Энгельса тушили возгорание в заброшенном доме. Подробности у дежурного по городу. Ажиотаж на льду в Сызране начала работу детская секция фигурного катания. Штраф до 5000. Сызранские депутаты поддержали инициативу наказывать рублем водителей, паркующихся на газоне. Благодаря областной программе капитального ремонта преобразование происходит не только в больших городах, но и в селах. Капремонт пришел и в многоквартирные дома Шигонского района. В одном из сел обновили двухэтажки, которые до этого не ремонтировали полвека. Подробности далее. Двухэтажные дома на улице Бумажная фабрика в селе Малячкино Шигонского района построены в 50-х годах прошлого века. С тех пор ремонта в них не было ни разу. Так что комплексную замену инженерных систем, говорит Любовь Игнатьевна Киреева, здесь встретили с радостью. До ремонта тоже тепло было. Но колонизации, трубы гнилые были. Сейчас в доме завершают монтаж электрической системы. Остальные элементы инженерных коммуникаций, канализацию, водоснабжение, отопление тут успешно заменили. На все работы, как и положено, есть гарантия. Гарантия у нас договорная с фондом капитального ремонта 5,5 лет. Подрядная организация находится в Сызрине. Так что в случае возникновения проблем готова приехать в Малячкино незамедлительно. Правда, скорее всего, говорят представители фонда, это не понадобится. Сделано все на совесть с использованием самых передовых материалов. Особо плачевно в этих отдаленных участках это система отопления. Потому что трубы очень сильно забиты ржавчиной, мусором, радиаторы практически не функционировали. Сейчас здесь полностью заменена вся система отопления. Новые радиаторы стоят, новые трубы полипропиленовые, которые практически не забиваются. Жильцы довольны. Это самое главное, то, к чему мы стремимся. Собираемость взносов за капитальный ремонт в Шигонском районе превышает 80%. Здесь уже отремонтировано 10 многоквартирных домов. До конца года планируется сдать в эксплуатацию еще 5. Автомобилей больше, места для парковки меньше. Стоянка транспорта на газонах давно стала привычной картиной. Как в Сызрине, так и в других городах региона. При этом четкие границы ответственности для водителей, как и границы объектов благоустройства не обозначены. Какой выход из ситуации предлагают сызранские депутаты, расскажет Анатолий Волошинский. В Сызрине количество автомобилей растет. Но старая планировка дворовых территорий заставляет водителей искать места для парковки хотя бы на газонах. Колесо вправо, колесо влево, и ты уже нарушитель. Еще хуже, когда паркуются на детской площадке. Жильцы дома, особенно пожилого возраста, жалуются. За экологию обидно, за детей страшно. Бывает даже по площадке ездят, здесь вот у нас один человек ездит. Я сколько раз говорила ему об этом, он не понимает. И на площадку ставят. Невыносимо, невыносимо. Утром рано встают, дверьми хлопают. Ну, против мы этого. В таких случаях, конечно, хамов нужно штрафовать. Но бывают случаи, когда совершенно невозможно понять, где начинается газон, где заканчивается парковка. В этом случае люди, которые не хотели сделать ничего плохого, могут получить штраф. Чтобы наказать нарушителя, специалисты советуют делать фотографии и нести участковому. Но имейте в виду, что не всякую траву можно назвать газоном. И детская площадка должна иметь понятные всем границы, хотя бы в виде бордюрного камня. В спорных ситуациях автомобилист, скорее всего, отделается предупреждением. Большая проблема в том, что парковочных мест во дворах не хватает. А границы детских площадок и газонов не всегда обозначены. Особенно зимой, когда бордюрный камень занесет снегом, попробуй докажи, стоит твой автомобиль на газоне или нет. Сызранских автовладельцев хотят научить парковаться во дворах правильно. На Думском комитете предложили поддержать инициативу новокуйбышевских парламентариев о том, чтобы в Кодекс административных правонарушений внесли новую статью. За проезд и стоянку автомобилей на детских и спортивных площадках, а также на газонах, предлагается штрафовать до 5000 рублей. Депутаты отметили, что до недавнего времени для борьбы с нарушителями применяли ряд статей областного закона номер 115 ГД. Однако с недавних пор норма Самарского закона в судах признается недействительной на основании определения Верховного суда. Граница газона, как правило, она обозначена бордюрным камнем либо какими-то другими элементами благоустройства. Но факт тот, что на сегодняшний день применить меры наказания в виде штрафа или каких-то других мероприятий, пока не представляется возможным. Поддержат ли сызранские депутаты новую законодательную инициативу, станет ясно на ближайшем заседании Городской Думы. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально. В Сызране начинает работу секция детского фигурного катания. Занятия будут проходить на Ледовой Роснефть-арене. Первых воспитанников секции отобрала лично президент областной федерации фигурного катания Вера Богуш. Алексей Воробьев с подробностями. Расчертить ледовую поверхность причудливыми узорами. Такой мечтой загорелись сразу несколько сотен сызранских мальчишек и девчонок. Эксперты признаются, подобного ажиотажа спортивная общественность города не знала давно. Первый в истории сызране набор в секцию фигурного катания покорился не всем. После упражнений на координацию и чувство ритма отобраться удалось 80 ребятам в возрасте от 7 до 8 лет. А сам конкурс на бесплатные занятия составил 3 человека на место. Путь юного фигуриста тернист. Об этом родителям потенциальных звезд рассказала президент федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш. Прославленный тренер осталась довольно высоким интересом горожан к зимнему виду спорта. Пока мы будем выходить теми резервами, которые у нас есть. У нас будет работать местная жительница ваша, тренер Ольга Васильевна, которая имеет звание кандидата в мастера спорта, которая сама тренировалась в Оленигорске. И я думаю, что мы ей будем помогать всячески. Первым делом специалисты сформировали несколько групп. Почти все ребята учатся в школе в первую смену. Варламова Даша. Первая смена. Все. Горбовенко Полина. Первая смена. Тренировки решено проводить утром до начала уроков. С 6.30 до 7.15. Для остальных занятия будут доступны в 16.15 и 17.15. Столь непривычное время поможет ребятам развить в себе дисциплину. Например, семью довтян это не пугает. Мама с дочерью твердо намерены идти к осуществлению мечты. Ну, она просит постоянно. Любит кататься хорошо. Во дворе катается хорошо. Вот и ее мечта пусть сбывается. Поэтому решились. Сейчас идет формирование группы на платной основе. Первые же тренировки пройдут для юных ребят уже на этой неделе. В конце года им предстоит пройти переводные тестовые занятия. Они позволят специалистам выявить самых одаренных сызранцев. Алексей Воробьев, Игорь Шиянов. Вести детально. Умеют ли сызранцы кататься на коньках, узнаете из рубрики «Хочу сказать» в конце выпуска, а пока к другим темам. Сызранский немецкий национально-культурный центр «Надежда» отметил 25-летие. Сызрань завоевала диплом в номинации «Лучший гастрономический маршрут». Эти и другие новости узнаете из рубрики «163 секунды». Представители Сызрани завоевали диплом за первое место в номинации «Лучший гастрономический маршрут». В Воронеже прошел финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2016». Сразу 138 туристических проектов из 39 регионов России боролись за звание «Лучших проектов» в 19 номинациях. В номинации «Лучший гастрономический маршрут» среди 18 других проектов был маршрут «Сызрань. Помидорная столица России», который представляли специалисты городского управления по молодежной политике и туризму. Сызранцы провели презентацию и показали ролик о помидорном маршруте. Кроме этого, жюри смогло продегустировать томатный сок и местную наливку. Участникам конкурса сызранцы дарили буклеты о маршруте и брендовую сувенирную продукцию. В итоге жюри конкурса захотело поехать именно за сызранскими помидорами. Сызранский немецкий национальный культурный центр «Надежда» отметил свое 25-летие. Гостей встречали в традиционных немецких костюмах под аккомпанемент народных немецких мотивов. В своем поздравлении глава Сызранской администрации Николай Лядин отметил важность работы центра. Немецкий центр продолжает свои традиции, культуру. И вот очень важно, что эта традиция и культура передаются с поколения в поколение. Сызрань у нас город многонациональный, около ста национальностей. И каждая национальность вносит в культуру Сызрань свой колорит. В актовом зале ДМО прошел концерт, где творческие коллективы города исполняли произведения Шуберта, Баха и стихи на немецком языке. Поздравить сызранскую надежду с 25-летием приехали представители немецких национально-культурных центров Самары и Тольятти. В Воронеже в спорткомплексе «Центральный» в минувшие выходные прошел межрегиональный этап 16-го международного детского турнира по футболу в памяти игрока юношеской сборной команды СССР Андрея Ликонцева среди детей 2006 года рождения. За право сразиться в финальных соревнованиях турнира со швейцарским клубом «Сервет», португальской «Бенфикой» и шестью лучшими воронежскими командами борьбу ввели восемь коллективов, в том числе и команда «Сызранского тяжмаша». В подгруппе юные сызранские футболисты на последних секундах уступили Волгоградской Олимпии 0-1, обыграли 3-0 «Дюш» города Усмань и сыграли в ничью с первой командой Тамбовской академии футбола. Заняв второе место, подопечные Виталия Ковальчука в полуфинале вышли на Курский авангард и создали самую громкую сенсацию отборочных игр, выиграв в тяжелейшем матче 5-4. Несмотря на поражение 1-3 в финале от Волгоградской Олимпии, юные термашевцы вошли в число участников финальных соревнований турнира, которые запланировано провести с 3 по 6 января 2017 года, также в Воронеже. Сэкономить на покупках и приобрести качественную продукцию с этой целью россияне все чаще отправляются не в привычные магазины, а на ярмарки. Такая возможность появилась и у жителей Сызраня. В наш город приехали продавцы из Белоруссии. Наша съемочная группа выяснила, чем гости готовы порадовать сызранцев. Объехали всю Центральную Россию, а теперь пожаловали к нам. В Сызране впервые открылась ярмарка товаров из Белоруссии. «Мы готовы удивить качеством своей продукции», – заявляют организаторы. Продавцы с гордостью говорят, у нас на родине до сих пор все делается по ГОСТам. Молочная копченая колбаса, домашнее сало, сыры. Попробуйте нашу национальную полиндвицу. Очень вкусное сыровяленое мясо, – говорит женщина за прилавком. Заодно возьмите хорошего масла, готовить на котором, уверяет, одно удовольствие. Не трещит и не дымится, хорошо жарить картошку. Ее с изранцем белорусы не привезли, зато взяли с собой чипсы из настоящей бульбы. Для любителей сладкого – конфеты, печенье, пастилу и много халвы. К сладостям чай – индийский и китайский. С ягодными, фруктовыми, цветочными добавками и без. Чтобы согреться не только чаем изнутри, на ярмарке можно выбрать теплую одежду. Варежки, перчатки, чулки, носки и все остальное. Трикотаж для взрослых и детей. И текстиль для дома из знаменитого белорусского льна. Работать ярмарка будет у торгового центра «Мангара» до воскресенья. Марина Дмитриева, Сергей Инкин. Вести детально. В Самарскую область пришла аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха сейчас ниже климатической на 7 градусов, сообщают синоптики. Между тем, врачи напоминают о необходимости укреплять иммунитет в преддверии зимы. С помощью чего это можно делать, расскажем далее. Кочевая пасека семьи Стариловых приехала в Сызрань с выставкой сладкого золота. Для горожан привезли мед из Башкирии, Краснодара и Поволжья. На зиму пчеловоды советуют запастись полезным продуктом от пчел, чтобы поддерживать иммунитет и не болеть. Главное в таком деле найти свой мед. На выставке его более 30 сортов. Липовый, цветочный, гречишный, мед белая акация, дягель, черный клен. Мед диких пчел или, как его иначе называют, царь мед, в котором пыльца, маточное молочко и пчелиный яд. Десертный мед с кедровыми орехами, малиной, барбарисом. Большой популярностью, особенно в сезон простуд, пользуются такие меда, как липа, мед с прополисом, с кедровой живицы, очень хороши от простудных заболеваний. Ну и, конечно, такие меда, как дягель, донник. Больше узнать о разнообразии сортов и целебных свойствах меда горожане смогут в ДК художественной. Выставка продлится до 27 ноября. Марина Дмитриева, Сергей Ингин. Весть детально. Накануне в Сызрани на улице Фридриха и Энгельса пожарные ликвидировали крупное возгорание в нежилом доме. Подробности у дежурного по городу после рубрики «Хочу сказать». В завершении эфира смотрите рубрику «Счастье рядом». Всего вам доброго и до встречи. Я просто мало каталась на коньках и так, 50 на 50. Вот, поэтому слабо, можно сказать. Люблю ходить с друзьями, кататься. А что умею кататься? Паровозики! Паровозик – самая интересная игра такая. К сожалению, выросла в деревне. Возможностей не было. Ну, честно, на коньках не умею. Ну, как все, просто стандартно. Встал и поехал. Ну, умею тормозить сбоку. С задом ездить умею. Я умею хорошо падать, но кататься, в принципе, не очень. Я не особо умею трюки делать, я просто катаюсь для удовольствия. Я не умею, потому что я боюсь себя ногу сломать. Да, умею кататься на коньках, но в росте я все время не была, но очень хочется сходить. Мы находимся на месте ЧП в центре города. Здесь, на улице Фридриха и Энгельса, несколько пожарных расчетов тушат нежилой частный дом. Инспекторы ГИБДД перекрыли дорожные движения для удобства работы огнеборцев. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание произошло накануне в одном из заброшенных домов. Дым от пожара быстро распространялся по территории целого жилого квартала. Само горящее строение находилось неподалеку от здания гипермаркета. Благодаря оперативной работе пожарных, огонь не успел перекинуться на такой же соседний нежилой дом. 21 ноября в 16 часов 49 минут на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о возгорании строения, расположенного по адресу город Сызрань, улица Фридриха и Энгельса, 34. По приезду пожарных подразделений было установлено, что горит нежилое бесхозное строение. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На место пожара выехало 5 отделений в составе 18 человек. В результате пожара никто не пострадал. В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Стало известно, что по предварительной версии одна из причин пожара неосторожное обращение с огнем лиц без определенного места жительства. А на этом у меня все. С вами был дежурный по городу Илья Волков. Будьте осторожны с огнем. Всего доброго. Увидимся. Я бы хотела, чтобы у меня были папа и мама, сестры и братья. Мне здесь хорошо, но семья, с ними хочу встречаться. Мечты Гели вполне осуществимы. Это настоящая семья и свой дом. С рождения она живет в детском доме. Сейчас ей уже 9 лет. Она очень активная и дружелюбная. В пазлы я очень люблю играть. В мозаики. А еще я люблю играть в куклы разные, конструктор, кубики. Сейчас большую часть времени у Гели занимает учеба. Я учусь в третьем классе. Учительница приходит ко мне. Я с ней пишу, читаю. А когда мы сделали уроки, я сюда езжаю. Но обычно, когда я учусь хорошо, она мне ставит пятерки, иногда четверки. Может, иногда троечки тоже. А почему? Потому что у тебя не получается или, может быть, ты ленишься? Я не ленюсь. Успехи у нее есть. Хорошо решает примеры. Занимается с удовольствием. На индивидуальном обучении, конечно, учитель ходит к ней сюда. Если Геля тронула ваше сердце, и вы готовы подарить ей любящую семью, обращайтесь в управление семьи, опеки и попечительства по адресу Советская, 28 или по телефону 98-54-17. Субтитры создавал DimaTorzok